Образование остается в топе скандальных и коррумпированных сфер и в этом году. Жалобы разные от нехватки ноутбуков на удаленке, отсутствие интернета в населенных пунктах, заканчивая взятками и громкими увольнениями. Знакомьтесь, это Мекану. Ученики первой школы гимназии Шимкента собрали умного робота. Искусственный интеллект будет следить за порядком в учебном заведении. Это лишь крошечная часть того, что предстоит сделать в сфере образования. Аким Города в очередной раз говорит о масштабной цифровизации. С начала года двух директоров школ Шимкента задержала антикоррупционная служба за взятку. Так, по версии следствия, директор 34 школы получила 40 тысяч тенге от преподавателя за то, чтобы не отправлять социолога в отпуск без содержания и продолжить начислять заработную плату. Да, были такие случаи. Ведется следствие сейчас. В 2020 году два директора школы подозреваются в коррупции. Мы регулярно проводим работу по противодействию коррупции. Если в 2019 году число жалоб было около 300, в этом году не больше 200. Но это не повод хвалиться. Мы проводим работу по автоматизации, внедрению, цифровизации, бухгалтерию, чтобы рисков не было вообще. Несмотря на пандемию, школьники Шимкента вошли в число самых активных. По данным международной программы оценки образовательных достижений обучающихся, наши ученики оказались на 14 месте. В этом году провели капремонт 25 школ. Одной из двух аварийных сейчас идет ремонт. Открыто 9 новых учебных заведений. Утвержденный бюджет на развитие образования на этот год составил 114 миллиардов тенге. Есть проблемы с трехсменным обучением на сегодняшний день. Таких школ 19. Капремонт провели в 25 школах. Проблемные вопросы постепенно решаются. Мурату Айтенову не только рассказали, но и показали работу колледжей транспортной. Один из лучших в стране. Здесь готовят водителей, проводников поезда, обучать десяткам других профессий. Колледжи Шимкента входят в десятку лучших учреждений Казахстана. Штатин Саидов, Давран Абдиев, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании ОТРАР.